Минздрав не перестает напоминать о вреде курения, а Март берет под особый контроль торговые точки, где продаются электронные сигареты и жидкости для них. Причина многочисленной нарушения со стороны продавцов. То, что нужно хранить в закрытых секциях, часто появляется на открытой витрине. Как итог, из 223 выборочно проверенных объектов 138 проверку не прошли. Поэтому контрольные мероприятия будут усилены. Светлана Лукьянёк о главных требованиях. Уже полтора года в Белоруссии действуют новые правила продажи никотина, содержащих жидкостей. Все они должны находиться в закрытых витринах, будь то большой или маленький магазин. Но, как практика показала, не все продавцы работают по закону. И сегодня Март провел совещание с представителями областей, призывая к наведению порядка на рынке и обеспечению равных условий для всех субъектов хозяйственной. Некоторые торговцы решили самостоятельно поставить знак «равно» в правилах торговли между парой-генератором и таким же приспособлением, но уже с жидкостью внутри. Такие заправленные одноразовые вейпы также должны быть скрыты от глаз покупателей. Как и сигареты, да и жидкости в отдельных флаконах. На закрытой витрине разрешается лишь перечень, где наименование товара и цена. Обращает внимание регулятор сегодня на онлайн-совещании. Пользуются огромной популярностью эти вейпы, особенно у молодого поколения, которое в принципе может вызывать и психологическую, и физическую зависимость, и как и от курения. И не важно, что ты куришь электронную систему курения, табачные изделия, вейпы или еще что-либо, или кальяны. Это все у нас, в общем-то, считается, что это приносит вред нашему здоровью, особенно молодому поколению. И, в общем-то, регуляторы, это Минздрав, Март и все заинтересованные, было принято решение, что необходимо, конечно, это выводить всю закрытую выкладку. Следует сказать, что с 2020 года в супермаркетах площадью от 1000 метров сигареты с табаком и жидкости для электронных сигарет продаются в специализированных отделах, но тоже в закрытых емкостях. Открытая полка лишь в дьюти-фри. Запрещено продавать с курьего и в магазинах самообслуживание. Казалось бы, все четко и понятно, но регулятор заверяет, не для всех. Одноразовые пары генераторы с жидкостью на открытой витрине – частое нарушение. За последний месяц мы проверили более 200 объектов, и нарушения выявили более чем в 60% случаев. Всем субъектам выданы рекомендации и строго указано о том, что открытая выкладка табачных изделий и, особо хочу отметить, жидкости для средств электронного курения, она запрещена. Поэтому данная продукция должна быть убрана с витрин. Если предписание остается без внимания и жидкости не уберут с глаз покупателей, продавцу придется заплатить штраф. Такой случай уже есть, и правомерность претензий Марта доказана в суде. Под большой мониторинг точек с электронными сигаретами попадут все области и районы. Светлана Лукченюк, Виктор Борисов, Агентство теленовостей.